Нобелевская премия по химии вручается еще с 1901 года. Первым ее лауреатом стал Якоб Хендрик Вант Гофф из Нидерландов за открытие законов химической динамики осмотрического давления в растворах. До 2023 года единственным химиком из Союза Советских Социалистических Республик и России, получившим премию в область химии, был Николай Семенов, который установил механизм газофазных реакций. В этом году лауреатами стали ленинградский следователь Алексей Якимов, а также американский ученый Луис Брюс и французский химик Мулгеба Венди. Они, каждый по отдельности, открыли и синтезировали нанометровые полупроводниковые кристаллы, известные как квантовые точки. Нобелевский комитет сообщил, что ученые давно предполагали, что наночастицы могут проявлять квантовые эффекты, однако до определенного момента им не удавалось подтвердить эту теорию экспериментально. Буквально на днях были объявлены результаты вручения Нобелевской премии и по химии, что отрадно, получил группу ученых среди которых есть один советский ученый, который порядка 40 лет назад изобрел квантовые точки. Впервые им были разработаны, синтезированы квантовые точки. Это был 1981 год. Квантовые точки – это фрагменты проводника или полупроводника, носители заряда которого ограничены в пространстве по всем трем измерениям и проявляют абсолютно уникальные свойства. Впервые они были синтезированы в начале 1980-х годов, Алексеем Якимовым в стеклянной матрице и Луисом Брюсом в коллоидных растворах. Лауреатам Нобелевской премии по химии 2023 года удалось создать настолько маленькие частицы, что их свойства определяются квантовыми явлениями. Как отмечает Шведская Королевская Академия Наук, это открытие имеет большое значение в нанотехнологиях, поскольку сегодня у изобретения огромное количество применений. Все современные телевизоры с технологией QLED основаны на применение квантовых точек. Кроме того, биохимики и врачи используют частицы для картирования биологических тканей. На самом деле, на данный момент представить нашу жизнь без квантовых точек достаточно тяжело. Одним из таких наилучших примеров, наверное, является разработка технологии QLED, современные лучшие телевизоры с лучшей цветопередачей, с лучшими монохроматическими мультицветностью. Работу ученых несколько раз номинировали, но только сейчас она получила достойное признание. Поэтому уже 10 декабря Алексей Ефимов, Мунгеба Венди и Луис Брюс официально будут награждены Нобелевской премией в Стокгольме. Благодаря их исследованиям квантовые точки будут использованы в самых разных областях знаний, строительстве, радиоэлектронике, оптике. Квантовые точки были теоретизированы. Далее, поскольку этот синтез был произведен в стекле, квантовые точки важно получать в каком-то темплате, в каком-то ограниченном пространстве, чтобы контролировать их размер. Это очень важно, поскольку именно от размера зависят их функциональные свойства, в частности, фотофизические свойства. Помимо этого, есть такие области, в которых квантовые точки находят большое применение. Среди них биосенсорика, биовизуализация. Но особый вклад работы будет прослеживаться в медицине. Квантовые точки позволят сделать видимые органы, которые прозрачны для других видов диагностики, что поспособствует обнаружению мельчайших повреждений сосудов. И также частицы смогут переносить лекарственные средства и антитела для опухолевых клеток. Кристина Отекина, Фарид Захидоглы, Универньюз.